Заседание Совета по противодействию экстремизму и укреплению межнациональных отношений в этот раз вновь состоялось без главы Артёмовского городского округа. Повестка заседания была обширной от тем противодействия экстремизму до темы содействия между религиозными и общественными объединениями Артёмовского в культурно-просветительской деятельности. Она и стала главным пунктом повестки. Членами заседания был поднят вопрос, касаемый того, на каком уровне сегодня в Артёмовском городском округе налажено взаимодействие между административными органами власти, религиозными и общественными объединениями района. В деле профилактики и пропаганды здоровых ценностей неотъемлемой частью является духовное просвещение. Поэтому участники собрания подробнее остановились на докладе Иерея Игоря Аксёнова, настоятеля церкви во имя святого преподобного Серафима Саровского в посёлке Буланаш. Игорь Аксёнов начал с того, что кратко рассказал собравшимся о специфике и деятельности воскресных школ, в которых сегодня, увы, на весь район занимаются 83 воспитанника. На территории ОГО действуют три воскресные школы, организованные при храмах святого пророка Божьей Ирии, город Артёмовский, настоятель протоиерей Николая Трушникова, в честь иконы Божьей Матери Увеления, город Артёмовский, настоятель Ирия Андрея Малышенко, это одно возле связи. И во имя святого пророка преподобного Серафима Саровского посёлок Буланаш, настоятельным являюсь я. Воскресная школа для детей – это объединение, которое осуществляет просветительскую и воспитательную деятельность в свете православного вероучения. Занятия в школе проводятся раз в неделю по воскресным дням. В такой школе занимаются дошкольники, дети до семи лет, дети с семи до одиннадцати лет – начальную ступень, и дети с двенадцати до шестнадцати лет – основная ступень. В воскресной школе преподается закон Божий, церковное пение, церковнославянский язык. Во внеурочной деятельности основными видами занятий являются участие в конкурсном движении, организуемой Камерской парке и Екатеринбургской митрополии, участие в добровольческих акциях, посвященных делам милосердия. Дети воскресной школы несут послушание в храме, мальчики помогают при службе в алтаре, а девочки поют на клиросе. Дети старшей ступени помогают преподавателям при проведении занятий. В связи с тем, что в школах занимаются несколько десятков детей, говорить о каких-то широких мерах, предпринимаемых православной церковью в деле воспитания молодёжи в Артёмовском городском округе, пока что неправильно. Отток воспитанников, а также падение интереса к духовному просвещению, главным образом среди сельских жителей, настоятельно прямую связывает с двумя факторами – с нехваткой преподавателей в воскресных школах и нехваткой добровольцев от церкви тех людей, кто бы взял на себя миссионерские обязанности. У нас на сегодняшний день, перед Великим постом, владыка поставила главную задачу миссионерской деятельности в деревнях. То есть и каждому настоятелю было поручено активно посещать каждую неделю сельские приходы и вести просветительскую деятельность. То есть когда на сельском приходит зародиться община, то есть когда она сложится, то тогда из числа уже тех, кто приходит в общину, становятся постоянными прихожанами. Вот из их числа отбиваются, во-первых, достойные и способные люди, которые могут. На сегодняшний день у нас, как бы сказать, опять же, со стороны эпархии поставили вопрос о переводе статуса деревенских приходов, которые не имеют таковых общин и не ведут, как бы сказать, нет такой религиозной деятельности, да, переводить их в статус приписных. То есть что у нас на самом деле имеется? Только лишь поменяется статус, что они не будут самостоятельными религиозными лицами, потому что у нас и отчетность по ним, и спрос в сепархии как самостоятельные религиозные единицы, понимаете? А по сути один священник, он бывает, если это село кормляет, как бы так вот. Ну вот у нас получается, бывает так, что на приходах, допустим, ну существует десятки, десять человек, да, ну кто там, бабушка в основном, понимаете? А, как бы сказать, активности, как-то говорили, среди сельского населения нет. Вот и бывает выход, выбирайте. То есть работа в этом направлении, как бы сказать, ведется. Вот я имею в виду сейчас, особенно в Великий пост, и мы намерены как бы реанимировать сельские приходы, для того, чтобы они занимались просветительской деятельностью. Вдобавок к этому Иерей Игорь обратил внимание и на деятельность местных казачьих объединений, которые, по его словам, могут также способствовать культурно-просветительскому взаимодействию. После доклада настоятеля идею необходимости срочного восстановления культурно-просветительских и духовных связей между жителями отдаленных томсов и церковью поддержал председатель томс посёлка Красногвардейский Сергей Гиршвильд. Жилищные проблемы посёлка, плюс ко всему закрытие несколько лет назад воскресной школы, церковной лавки, а с ним и совсем отсутствие визитов духовных настоятелей в посёлок Красногвардейский, заставили Сергея Измайловича сделать неутешительный вывод в свой адрес посёлком правит Антихрист. Нет, значит, воскресной школы. Ну и как результат всего этого, значит, вот если отцы побывали бы у нас хоть раз на одном, на любом собрании, жители, они бы поняли, что посёлком правит Антихрист, и люди погрязли в грехах, в гордыне и в тщеславе. Посёлок большой, посёлок очень сложный, и я считаю, что вот эта часть воспитания упущена просто полностью там. Сделанное Гиршвильдом умозаключение по поводу Антихриста в свете этого заседания заставляет по-новому взглянуть на историю с новоизбранным главой Артёмовского городского округа, чей кабинет в своё время осветил один из отцов. Окраплённые апартаменты, как известно, не могут служить пристанищем для злых духов и антихристов. Вот и жители Артёмовского в последнее время стали нет-нет, да замечать, что застать главу в своём кабинете невозможно. Опять-таки, со стороны обычных жителей, если вглядеться в деятельность местной администрации и депутатского корпуса, вполне можно заметить следы этих антихристовых происков. Если на миг допустить присутствие третьей силы во власти, то в логическую цепь событий тогда вполне укладываются все кары и казни артёмовские последних лет. Это и неиссякаемые горы мусора в городских дворах убрать и привести в должный порядок, которые от чего-то невозможно, и затянувшаяся проблема с водой в посёлке Буланаш, и отсутствие тротуаров и уличного освещения в городе. Всё это вполне вписывается в происки антихриста, которому, как известно, абсолютно нет дела до благополучия людей. Остаётся тогда вопрос, чем же так провинились жители Артёмовского. Может быть, поэтому по итогам данного совещания представители социально значимых сфер Артёмовского обратились к отцам-настоятелям с предложением организовать как можно скорее рабочую встречу с обязательным присутствием всех окруженных настоятелей. Субтитры создавал DimaTorzok